Ты можешь там поснимать Наберется там сколько-нибудь человек? Мы начнем прямо Всем привет, братва! Ты горит опор, как вы меня уже узнали, да? Сегодня у нас в не очень обычном формате будет небольшая трансляция Потому что я не буду читать ваши комментарии и вопросы Потому что я хочу вам рассказать об одной вещи, о которой все меня спрашивают Несколько лет назад появился такой проект, который носит название Versus Battle Который, как вы поняли, был, может быть, не самым первым в России, но самым громким пока что Так это абсолютно точно Когда он создавался, то, в принципе, никто не думал, что получится такая тема мясная Я на правах, во-первых, самого первого участника за всю историю Versus Именно по номеру выступления Не по важности, думаю Имею право рассказать о том, как это было с моей точки зрения Вот, ну, конечно, тут же, если кто не смотрел, Versus Battle Это соревнования между рэперами, где они высказываются друг против друга Обмениваясь едкими фразами с целью победить и уничтожить соперника У меня было 4 победы и одно поражение раздельным решением судей Вот Создавалось это Вернее, не как создавалось, а как это начиналось Саша Ресторатор, с которым мы виделись несколько раз до этого На разных концертах Позвонил мне и сказал, что, слушай, срочняк, короче, нужно пересечься Ты где? А я работал на Комендантском проспекте Прямо около метро Я говорю, слушай, я на Комендане Говорит, я срочно, короче, должен приехать Я должен приехать, а вообще срочняк Потому что к тебе тема Думаю, какая тема может быть у Ресторатора ко мне? Как бы Мы с ним виделись раза два Я не знаю, что он хочет помощи какой-то там, кровь сдать кому-нибудь Или, может, его уволили из Бургер Кинга Короче Непонятно Мы с ним пересеклись Заказали по кофе Я помню, тогда еще можно было курить в кафе Он закурил сигару Сигару, Карл! Он закурил сигару И такой, типа, я должен тебе кое-что рассказать, Копор Я думаю, блядь, вот это начало Как бы чувак, которого я видел два раза в жизни Закуривают сигару Он должен, обычно так признаются, знаешь, типа Ты знаешь, я болен Ты знаешь, я болен Я никому об этом не рассказал еще Он такой говорит, слушай, сейчас будет новый формат батлов Я говорю, о, слушай, эти батлы, как бы, на каком сайте, типа? Он говорит, не-не-не-не, типа, да слушай А тогда батлы были в формате, ну, интернет-сражений То есть дается тема, за семь дней пишется трек Ну, как мы все привыкли, там, хип-коп-ру и так далее Вот, он говорит, нет, это будет видео-батл Я говорю, блин, видео-батл А видео-батл, это было клипы снимать Типа, в последнее время, когда входило в моду Там, типа, Аля, на полуфинал, на финал Ты снимаешь клип быстро И этот клип, значит, за этот клип голосуют, да не знаю То ли люди, то ли судьи, вот Сейчас, я коку Вот И, соответственно, он говорит, нет, это будет батл Где люди читают не фристайлы Без музыки Заготовленные тексты В Америке, типа, такой формат популярен А я до этого, как я думаю, большинство из вас Я не говорю все, я говорю большинство из вас Я не смотрел американские аналоги Я говорю, блин, чувак, батл без музыки Хорошо, конечно, что это, ну, как бы не фристайл батл Потому что, ну, фристайл батл это такое, как бы, разовое увлечение, можно сказать Но без музыки это же никому не будет интересно Он говорит, нет, 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 короче У нас уже скоро будет первый ивент Там будет три пары И мы будем выбирать только лучших из лучших Я такой, окей, а кто еще будет И кто у меня в паре, раз уж, как бы, это парный батл Он говорит, смотри Кроме тебя Во-первых, будет в этот день Крипл против Окси Мирона Я говорю, блин, фига Как бы, прикольно Крипл против Окси Мирона Вообще, тогда еще, ну, Окси Мирон Столько лет назад это еще не звучало так Крипл против Окси Мирона, как, блин, Бэтмен против Супермена Нет Тогда это, ну, типа, просто чуваки, с которыми, там, давно общаешься И которые добились чего-то, как бы, просто в культуре, не более того И я говорю, а кто еще будет? Он говорит, еще будет галат с хохлом Я говорю, каким еще хохлом? Он говорит, хохол, мясник жесткий, как бы, грязь, там, шутки про мамки Я говорю, никогда не слышал Он говорит, это очень круто будет, это будет очень жесткое мясо Я говорю, окей, хорошо, хорошо А у меня-то кто будет? Он говорит, а у тебя будет А у тебя будет Мезр Из черной экономики Я говорю, блин, чувак Я не знаю, что про него сказать Ну, как бы Я не скажу, что я особо следил за творчеством черной экономики Как бы Я не знаю, у меня к нему нет ни негатива Ни позитива, ничего Я не знаю, что про него говорить Он говорит, чувак, это будет бомба Это будет бомба, твою мать Я говорю, а как будет называться? Он говорит, над названием пока думаю названия у батла пока нет и потом уже через какое-то время меня почему-то беспокоил очень этот вопрос то есть как называется проект у них оставалось два два итоговых понятно будем же жарить у них оставалось да там не разбежались люди еще не короче оставалось два названия таких типа финальных версий 2 это versus и супротив с твердым знаком и мне нравился больше вариант супротив это сейчас как бы версус battle это уже так типа версус battle с вами ресторан но супротив казалось чем-то очень крутым вот и мы также слышали что в краснодаре есть некий battle слова но никто не смотрел мне кажется запись а вот короче 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 я уже написал текст почти у меня уже было почти все готово и тут мне звонят организаторы те которые помогали рестораторы и говорят слушай короче за несколько дней до батла мезер сказал что в принципе это не его формат ему это неинтересно и как бы у меня в принципе текста был не особо такой лютый я думаю блин чё за 6 я уже в принципе подготовился гривен батл это будет силе и да да конечно будет силе и мы с женой тогда еще не моей женой мы полетели на балканы и я помню у меня посадка в самолет на белград и мне звонить такой был чувак такой был чувак короче с фамилией михеев по моему я думаю вы его помните он работал потом на телеканале господи как он назывался ну короче михеев я думаю вы его помните и не помню не помню каком портале он работал короче фишка в том мне звонит прямо я уже все типа сажи в самолет помню как у тебя будет оппонент стиль билли милиган блин вот это уже прикольно это уже интересно то есть здесь уже можно как-то обыграть более по словам по крутому потому что стим это очень личность которая оставила в любом случае можно хорошо нужно плохо относиться к стиму но он оставил какой-то след в российском хип-хопе а значит что самое интересное про него можно что-то сказать причем как бы ну какого-то прямо жесткого негатива к стиму не было то есть мы перед баттлом нормально с ним пообщались но это как может сделать типа конец первой серии или уже пора да надо завершить как красиво короче да он смотрел трансляцию но у нас пока еще идет короче фишка в том что на стима я в белграде написал текст и причем никто не умел баттлиться никто не знал что вообще как бы чё и как очень много шуток про как бы там сиськи письки получилось и в принципе половина людей восприняло что это очень круто новый формат и половина сразу отрезала после первого выпуска версии с типа блин это слишком как бы слишком жестко слишком грязно и это типа не наше но это было в любом случае первая победа в первую очередь победа из-за плохой подготовки стима из-за недооценки соперника из-за того что я охуенный я думаю скорее всего третий фактор был самым главным и вот она первая серия как создавался версис баттл смотрите продолжение подписывайтесь на канал ставьте лайки шутка видео никого канала гарри топор всем хорошие дня